МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОУ-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске на страже закона и порядка 17 ноября, день участкового уполномоченного полиции. Мы вместе, волонтеры клуба Акбар, готовы помочь с выгулом собак, мобилизованным, с любимыми не расставайтесь, православное объединение «Мир» приглашают на спектакль. Далее расскажем во всем подробно. Девятиклассники будут изучать СВО. Для них разработали обновленный курс по новейшей истории, который включает сведения о специальной военной операции принятия в состав РФ новых территорий. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Важно, чтобы школа могла дать детям ответы на актуальные вопросы уже сейчас и предоставить выверенную, достоверную информацию о том, свидетелями чего они становятся и что обсуждают друг с другом на переменах, отметил министр. 17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции. Именно к ним граждане обращаются за помощью в первую очередь. О своей работе нашей съемочной группе рассказал старший участковый уполномоченный Андрей Ширяев. Андрей Ширяев работает участковым 11 лет. Пришел на службу сразу после окончания Нижегородской академии МВД. Год назад Андрей Владимирович стал старшим участковым. Участок у нашего героя его напарника большой. Отсилкина до Чапаева и Кубишева, Карла Маркса и Ленина. На территории живут почти 80 человек, и каждому из них может понадобиться помощь. Есть и неблагополучные граждане. С ними участковому приходится много взаимодействовать. Специфика деятельности участкового полномоченного состоит в первую очередь это рассмотрение заявлений обращений граждан, проверка состоящих на учете, проведение с ними профилактической работы. Граждане, проживающие непосредственно на моем административном участке, могут обращаться по мне всем по любому случаю. Мы принимаем абсолютно все заявления, рассматриваем их, принимаем законные обоснованные решения. Чаще всего к участковому обращаются по поводу краш и причинения телесных повреждений. Много жалоб поступает на нарушение тишины. Андрей признается, что служба в отделе участковых уполномоченных позволяет ему все время находиться в тонусе. Работают участковые посменно с 9 до 18, либо с 14 до 23. Все это время в основном они проводят на ногах, обходя участок. Хотя и бумажной работы достаточно много. Служебный день у нас начинается с вооружения, после чего мы идем на развод, где нам доводят оперативную обстановку. Мы изучаем ориентировки, сводки, получаем на исполнение заявления и обращения граждан, после чего мы непосредственно выходим на участок и проводим работу уже непосредственно на участке. 17 ноября участковые и уполномоченные отмечают профессиональный праздник. Это подразделение одной из старейших в системе органов внутренних дел. Возникло оно еще при Петре I. Но официальные инструкции участковых утвердили 17 ноября 1923 года. Но как бы ни назывались участковые во все времена своей истории, одно неизменно – они всегда стояли на страже закона и порядка. В этот замечательный день хочется поздравить своих коллег, пожелать им удачи, крепкого здоровья и удачи в службе. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Четыре скульптуры доставили в Саров из Заречного. В следующем году они украсят городские парки и скверы. Фигуры изготовили в рамках Всероссийского симпозиума скульпторов. И часть из них передали нашему городу в рамках сотрудничества между Саровым и Заречным. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Возгорание произошло в гараже Горавтотранса 17 ноября. Пострадавших нет. Автобусы, выполняющие перевозку пассажиров, не повреждены. Но транспорт сильно покрылся копотью, поэтому его отправили на повторную мойку, в том числе и салонов. После технического осмотра автобусы вновь вышли на маршруты, но с опозданием. На перекрестке Московской Зерново полицейская машина стала участником смертельной аварии. Днем 16 ноября служебный автомобиль ехал с проблесковыми маячками и сиреной на свой красный, но врезался в Киев, который выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. В аварии погибла пожилая женщина, которая ехала в иномарке. Главное управление ВД России по Нижегородской области проводит проверку. Все обстоятельства ДТП выясняют, сообщает прислужба ведомства. Хоккейный клуб «Саров» приглашает горожан на вторую домашнюю игру. В субботу, 19 ноября, наши игроки в Ледовом дворце встретятся с ХК Книгинина. Начало матча в 13 часов. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на канале «Саров-24» для лиц старше 12 лет. С 1 декабря в России начнут по-новому вести учет в системе обязательного медицинского страхования. Нововведение направлено на консолидацию информации о пациентах, получивших помощь на региональном и федеральном уровнях. Теперь в базу данных о гражданине будут вносить сведения о месте его пребывания и месте выдачи полюса. Это не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями, участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться, считают эксперты. Детей предполагают вывести в отдельную категорию. Не имеющий полюса гражданин может оформить его на портале госуслуг, а новорожденным с 1 декабря его станут выдавать автоматически. Информация о бумажном полюсе также автоматически появится в ГИС ОМС. С 1 декабря вместо полюса граждане смогут предъявлять и удостоверение личности. Если вы переехали в Саров из другого региона нашей страны, вам необходимо в течение одного месяца выбрать страховую компанию по новому месту жительства. Сделать это можно как при личном обращении в офис организации или в МФЦ, так и онлайн на портале госуслуги. Клуб Акбар – Центр внешкольной работы готов помочь семьям мобилизованных с выгулом собак. Волонтеры берут на себя прогулки, доставку к ветеринару, консультации. Как обратиться за помощью, расскажем далее. Помочь с выгулом собаке доставить животное к ветеринару, либо проконсультировать по любым вопросам. Семьи мобилизованных саровчан, у которых есть домашние питомцы, могут обратиться за помощью к волонтерам клуба любительского собаководства Акбар. Добровольцы присоединились к акции «Мы вместе». Сейчас, наверное, все слышали и везде, значит, гремит и в соцсетях, и это так от людей, что есть всероссийская акция «Мы вместе», которая помогает, она вообще большая, но в данный момент, значит, ведется помощь мобилизованным гражданам. То есть это нашим солдатам, которые ушли защищать нашу родину. У кого-то с уходом близкого на фронт просто не остается времени на выгул животного, а кто-то едва ли сможет удержать на поводке большую собаку. А попросить о помощи порой некого. Поэтому такая поддержка тоже важна, считает Светлана Романова. Автоволонтеры могут доставить животное к врачу или сходить в магазин за зоотоварами. Все, кто хочет помочь семьям мобилизованных, могут присоединиться к клубу. Опыт есть, поэтому проблем нет. И мы ищем сейчас тоже. Если кто-то желает вот так влиться в нашу компанию, то пускай тоже звонят, мы никогда никого не выгоняем. Присоединиться к волонтерам можно, позвонив по номеру 8 903 040 88 60 или написав Светлане Романовой сообщение в соцсети ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На этой неделе в Саров пришла климатическая зима. Ждать ли еще потепление до декабря и какую погоду синоптики прогнозируют до Нового года, расскажем далее. Зима постепенно приходит в наш регион. Неделя началась с резкого похолодания. В понедельник утром температура опустилась до минус 2 градусов. В последующие дни до минус 5-6. Среда принесла в наш город снегопады. К выходным ситуация не изменится, прогнозируют синоптики. В последующие дни недели, вплоть до пятницы, ночью минус 3-8. В низких местах по области даже ниже минус 10. Дневные значения минус 1-6. В понедельник и вторник небольшой мокрый снег, переходящий снег. Конечно, на отдельных участках дорог снежные накаты гололедица. Будьте внимательны. Снежный покров пока неустойчив. Чаще всего снег ложится в зиму в начале декабря. Но в темное время суток при таких погодных условиях гололедица на дорогах формируется уже сейчас. Аномальной по холодам грядущая зима не станет, сообщила Ольга Макеева. Из-за изменения климата самые продолжительные и интенсивные холода с морозами, конечно, возможны в конце января, начале февраля. Что касается снега, конечно, снегопады будут, поскольку наша территория открыта и доступна всем циклонам, которые смещаются в наши широты с Атлантики, со Средиземноморья, Черного моря. Циклоны могут принести к нам не только осадки, но и оттепели, которые бывают во все три зимних месяца. Волонтерский центр «Радость моя» начинает подготовку к традиционной рождественской акции. Ежегодно в декабре волонтеры поздравляют детей с инвалидностью, с Новым годом и Рождеством, дарят им подарки, купленные на пожертвования горожан. Сбор средств на акцию стартует на этой неделе. С Новым годом и Рождеством православный волонтерский центр «Радость моя» поздравляет детей с ОВЗ и инвалидностью с 2010 года. Добровольцы приходят к семьям, дарят ребятишкам подарки и рассказывают историю о Рождестве Христовом. На эти цели волонтеры ежегодно собирают пожертвования в торговых центрах города. Средства нам нужны на то, чтобы приобрести рождественские подарки и организовать рождественское поздравление. Я его называю рождественским, поскольку для меня значимость этого праздника выше, чем Новый год. Но поскольку у нас тоже уже сложилась своя традиция, у нас приходят Дед Мороз, Снегурочка новогодние, добрые сказочные лесные звери. И в то же время у нас идет рассказ о Рождестве. Также у соровчан есть возможность самим приобрести подарки особенным детям. Передать их можно либо волонтерам, которые будут стоять на сборе в торговых центрах, либо самостоятельно принести в Центр Милосердия на улицу Пушкина, 24А, с пометкой для поздравления детей с Рождеством. Самое такое интересное для детей в подарок получить – это творческие наборы. У нас подопечных детей в списке очень много именно детей такого среднего подросткового возраста и старшего подросткового возраста. Вот подумать, что может быть интересное ребенку в таком возрасте. Интересные штуки современные для творчества, ну, какие-нибудь там, для изобразительного творчества. «Радость моя» приглашает волонтеров помочь в сборе средств или поучаствовать в поздравительных бригадах. Вырученные средства от благотворительной акции также пойдут на поддержку семей, которые воспитывают детей инвалидов. Если кто-то вдруг сейчас о нас узнает первый раз, и у вас в семье или у ваших знакомых или родных ребенок с особенностями развития, с инвалидностью, и волонтеры ни разу не поздравляли, то, пожалуйста, к нам звоните. Мы вашу семью включим в наш список. Рождественский благотворительный сбор пройдет в трех торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Стартует акция 18 ноября. Сбор будет проходить каждую неделю по пятницам с 5 до 9 часов вечера и по субботам с 12 до 18 часов. Подробная информация по телефону 8 906 353 46 37. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Православное творческое объединение «Мир» в воскресенье представит Саровским зрителям спектакль по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Также сейчас Роман Сванидзе и Ирина Семенчук работают над постановкой «Сестры» с новым актерским составом. Подробности далее. Над созданием спектакля «С любимыми не расставайтесь» работали совместно группы православного творческого объединения «Мир» и творческой студии «Образ». Сначала постановка по пьесе Александра Володина была учебной. Так актеру прорабатывали характеры. А потом материал вылился в полноценный спектакль. Время действия – 1970-е годы. Судья один за другим рассматривает дела о разводах. Тема, мне кажется, актуальная и важная, сейчас особенно, мне думается, сохранение семьи. С чего начинается разлад в семье, как его преодолеть, как сохранить любовь. Мне кажется, это крайне важно и актуально мы сегодня тоже. Спектакль не раз показывали студентам с РФТИ, которые оставляли после просмотра самые теплые и трогательные отзывы. Для саровских зрителей показать постановку удавалось редко. В воскресенье 20 ноября у всех желающих будет отличная возможность увидеть «С любимыми не расставайтесь» на сцене православного творческого объединения «Мир». Начало в 16 часов. Для зрителей старше 16 лет. Почти во всех историях причиной является измена кого-то из супругов. И это действительно действует просто разрушающе, уничтожающе. Удивительные студенты хорошо у нас откликнулись после спектакля. Они пишут отзывы, что они как-то прониклись. Творческое объединение «Мир» также восстанавливает и свой известный спектакль «Сестры» о судьбе репрессированных девеевских монахинь, только уже в обновленном составе. По словам режиссера Ирины Семенчук, многие зрители хотят снова увидеть постановку и ждут ее возвращения в мирский репертуар. Спектакль по документам, воспоминаниям о сестрах, по их каким-то небольшим воспоминаниям. И мы полностью обновили состав, потому что тот состав девочки выросли, поступили учиться, уехали из города, вышли замуж некоторые, и уже в спектакле не участвует. Полностью новый состав. Спектакль «Сестры» покажут 27 ноября. Для зрителей старше 12 лет. Также «Мировцы» и студия «Образ» уже работают над зимней премьерой. Спектаклем «Метель» по повести Пушкина. А для ребят помладше к Рождеству творческое объединение готовит сказку «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.